Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Да не ходи ты сюда больше. А ты не указывай мне. Что за черт? Опять кто-то в дом лезет. Ну, а что там? Да вроде тихо все. А что нашли эти ищейки? Книгу нашли. Какую книгу? Я видел, как девчонка вынесла книгу и отдала этой ясновидящей. Где живет? На Царицинской, большой дом. А тебе зачем? Не ходи сюда больше. Не до твоих теперь чудачеств. Спасибо. Книгу. 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 Книга. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, если ты пришла, слава богу, слава богу. Дядюшка. Всегда-то ты меня выручаешь. У меня. Все-таки ты припозднилась. Ну, не будь занудой хотя бы ты. Нет, не спрашивай, где ты была. Но все-таки ночь сейчас на трое. Я всего лишь была в полицейском управлении у господина Штольмана. Ой, это поздно он работает. И с каких же это пор господин Штольман занимает в своей жизни так много места? Ну, просто у нас с ним общее дело. А вот ты мне сегодня рассказывал, что у него была дуэль за дамой. Что это за дама? Расскажи. Ну, я расскажу. Хорошо. Я расскажу. Только без подробностей и без имен. Мне известно следующее. Некая особа, некая дама, скажем, Н, кстати говоря, фрейлина самой императрицы, завоевала благосклонность некоего князя, скажем, Эр, и он совершенно потерял от нее голову. Таким образом, госпожа Н заняла бедное положение в светской жизни столицы. А затем ей подвернулся уж совсем на беду господин Штольман. И она влюбилась. Говорят, без памяти. Что для этой особы холодный и расчетливый вовсе не характерно. Князь переверновал. И вот уже дуэль. Ну, ты знаешь. А был ты знаком с этой госпожей Н? Я нет. Я нет. Знаком не был, но мы виделись пару раз в салонах. И какая она? Красивая? Ну, она привлекательная, конечно. Привлекательная. Опасная женщина. Ну, Штольман тоже. Штольман тоже непросто. Родители меня проклянут, если узнают, что я делал с тобой разговор на эту тему. Там кто-то есть. Стой. Этот некто, он спросил адрес Анны Викторовны. Я счел своим долгом убедиться, что все в порядке. Успокойтесь, Артолий Андреевич. Мы все вам очень благодарны. Я ни в коем случае не хотел никого будить. Вы меня простите, я вас никто ни в чем не обвиняет. Однако, Антон Андреевич, потрудитесь мне все-таки объяснить, кто следит за моей дочерью. Господи, пап, все в порядке. Правда. Просто мы днем с тобой были на дознании в заброшенном доме. И, вероятно, там меня кто-то увидел. Антон Андреевич просто бдительность проявил. Совершенно верно. Вы простите меня, ради Бога. С вашего разрешения я… Да. Ступайте, голубчик. С Богом. Я провожу. Спасибо. БОНКОЛАЕСЛЯ 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 ВОСТОРЖЕННЫЕ 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 В МОЛОБИМИ А-а-а! Олимпиада. Тебя убил чёрный человек с кладбища? Это был Прохоров? Ты не уверена? Это был Молчалин? Оба? Олимпиада? Ты где? Я же говорю вам, сударыня. Трицелковых. И то из уважения, из уважения к вашему бедственному положению. Фамильные же. Глядите получше. Ну, как же трицелков? Ну, чего тут глядеть? Тут и глядеть нечего. В общем, берите и идите. Яков Платоныч, чем могу служить? Заложить чего пришли. Или присматриваете? Да нет. Мимо проходил, решил прийти полюбопытствовать. Ну, любопытствовать, это ваша работа. О чём же вы спорили вчера с господином Прохоровым в доме Курехина? Помилуйте, какой спор? Мы же там вместе были. Да перестаньте. Я собственными глазами видел, как уже после этого вы друг на друга с кулаками кидались. Это по нашим делам торговым бывает. Что-то вы скрываете от меня, господин Молчалин. Не понимаю вас. Ваш друг Курехин повесился, его дочь убита в том же доме. И что-то мне подсказывает, что это не последнее несчастье. На все в воле Божьей. Да очнитесь вы. Что с вами случилось? Трое друзей, трое компаньонов всю жизнь вместе. А здесь не один повесился, а двое других готовы задушить друг друга. А что? Неужто вы Катьку Прохорову в тюрьму упечёте? Ну, почему только Катю? Соня Молчалин и тоже под подозрением. Вы же понимаете это, Захар Петрович? Господи, спаси и сохрани. Убери душу невинную. Да не с господом. Со мной вам нужно разговаривать. Не богохульствуйте. Я хотел сказать, что только я смогу вам помочь. Да неужто вы думаете, это я злодей, который детей не вимых режет? А что же прикажешь думать? Может не ты, так приятель твой, который к тебе захаживает? Ведь был вчера кто? А? Так это ты вчера под окнами шарил? Антон Андреевич, у нас лицо государственное. Так что ты ему не тыкай. Говори, кто к тебе вчера. Приходи. Да приходит тут один водки выпить. Не знаешь, с кем водку пьёшь? Не знаю. Весь город говорит об этом убийстве. Вот и мы поговорили. Яков Павлович, вот, под половицей нашёл. Угоден же, считай. Наследство получил? За что он тебе платит? Ты барышню убил? Не убивал. Не убивал! Не убивал! И убил изверг. Не убивал. Не убивал. Ей-богу. А кто убил, говори. Не знаю. Не видел. А этот твой приятель? За что он тебе деньги заплатил? Как Курёхин да повесился, и вдова съехала, он тут и появился. Говорит, барахлишко не нужно забрать. Кому оно нужно, не нужно. Деньги большие обещал. Да за такие деньжищи можно ввоз нового барахла купить. За что он тебе деньги на самом деле платит? Приходил он стариком. И барышня молодая приходила? И барышня. Тосковала она по отцу. Посещала дом покинутый. Сводник ты погадый. Сгниёшь на каторге. Нет. 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 Ничего такого не было. Да зачем мне это нужно? Я проследил за ними. Говорили они о таинстве, так, о демонов всяких. Б-б-б-б… Бафомет? Он самый. Ну, я подумал, если просто разговаривать, то греха большого нет. А потом и подружки её стали захаживать. В игры разные играли. Потом это случилось. Убийство. А приятель этот твой, он был здесь в ночь убийства? Не знаю. Спал я. Выпивший. Где он живёт? Да не знаю я. Побирается он по миру. Божий человек. Как? Побирается по миру. Божий человек с такими деньжищами, где живёт. Нет. Не знаю. Я и Богу не знаю. Я к вам сейчас устребовал его греха подальше. Не вы ничего задушите. Не хороший этот дом. Немки сюда хаживали. И друг этого висельника, купец, молчалин, захаживал. Молчалин? Он самый. Он и вчера тут был, пока следствие не шло. Он искал что-то в доме. Что же мы с тобой делать-то? Ваше благородие! Да не виноват я, ваше благородие! Не виновен! Ладно. Сиди здесь. А как приятель твой придёт, в полицию сообщишь? Тихонько сообщи. Иначе за убийство пойдёшь на каторгу. Городовых отпускайте. А сами оставайтесь здесь следить за домом и за дворником. Глаз не спускайте. Понял. Если появится чёрный человек, проследите. А вы? А я к Молчалину. Управление. Яков Платоныч! Яков Платоныч! Анна Викторовна! Стойте, стойте. Мне срочно нужна ваша помощь. Мне кажется, что надо проверить насчёт смерти купца Курюхина. Действительно ли он покончил с собой или… Убили? Сначала убили отца, потом дочь, но зачем? Эти две смерти, мне кажется, они как-то очень тесно связаны. Это в моих видениях. Да. А ещё я вижу рядом с девочкой высокого человека в чёрном. Он как-то с кладбищем связан. Кладбище, видения и… И могилы. Да, ещё человек в могиле. Мы все там будем. Вы не волнуйтесь так, Анна Викторовна. Я приму ваше умозаключение к сведению. Вы меня простите, мне пора. Всегда рад вас видеть. Не принимаются. Полиция, добри. Полиция? Так, а ваши то уже уехали все? Какие наши? Что случилось? Хозяина. Из петли вынули. Как из петли? Да только что. Пришёл в ломбард и повесился. В чулань. А где тело? Ваше увезли уже. Он всё, прости господи, нечистую силу видел. Да что с ним случилось? А кто его знает? Последнее время всё мрачный ходил. Видения ему мерещились. Дух нечистого боялся до смерти. Чердовщина какая-то. Ух, Анель, прости меня взял без спроса твой аппарат. Ой, да ради бога. Тукшею себе не сверни. Ох, как непросто. Как непросто. Ну, это поначалу. Слушай, я спросить тебя хотела. А что если девочки, они по-настоящему вызвали духа? Понимаешь? И теперь он их преследует. Такое, конечно, возможно. Но маловероятно. Так, а что делать? Как его изгнать? Пойти в церковь. Поставить свечку. Чего сделать? Да. Я думала ты мне какой-то ритуал магический подскажешь. Можно и ритуал. Ну, в церковь обязательно. В церковь обязательно. Поехали. Куда? Покатываешь меня? Я? Да. Ну, держись. Готово? Да. Прекрасно. Подождите меня, пожалуйста. Вот. Не прийдите, помните. Не живи, может, живи. А кто постирается? Барышня, кого-то ищете? Да. Я ищу одного человека. Он часто здесь бывает. Здесь, милая, много кто бывает? А он, знаете, такой высокий и очень худой. Так это может быть Филька. Его еще Филиным зовут здесь. А зачем он вам? А я помочь ему хочу. Это хорошо. Он божий человек. Вот он. Вон. Спасибо. Бог в помощь. И вам не болеть, барышня. А не подскажешь мне, любезный, не видал ты здесь мужчину в черном плаще? А с ним девочку-гимназистку. Лет тринадцати. Может, и видал. А не заметил, на какую могилу они ходили? Может, и заметил. Сестренка у меня повадилась на кладбище ходить. И не могу добиться, зачем оно ей надо. Вот хочу узнать, на какую могилу она ходит. Значит, беспокоитесь о сестренке? Беспокоюсь. Так ты не заметил? Это хорошее дело сестру оберегать. А я уж тебя бы отблагодарила. Я вспомнил. Могу показать, куда они ходили. Ну, а если что, убогому и пожертвуйте, так я не откажу. Пожертвую. Конечно, пожертвую. Пойдем. А давно вы здесь обретаетесь? На кладбище? Давно. Еще с молоду. Ну, а тут место хорошее, тихое, спокойное. Никогда вам не хотелось отсюда уйти? Да зачем? Все равно потом, в конце концов, сюда принесут. Пошли. И что вы можете сказать о его смерти? Винит морс велоситр, рапит носатра ситр. Что в переводе с латыни означает, смерть приходит к нам быстро и уносит нас, выбежал. А если точнее? А если точнее, то он повесился на бельевой веревке. Все. Точно сам повесился? Абсолютно. Нет никаких следов борьбы. Ну, вот пришли. Сюда и ходила ваша сестричка. А кто здесь лежит? Большой человек. Великий. Парфен его звали. Куда же вы, барышни, что не хотите узнать больше? Помогите! 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 Как ты этот сверток? Зачем он тебе? Да нет его у меня. Ну, у кого же он? Да с чего ты взяла, что он у меня? Так я же не брала. А кто тогда взял? Не знаю. Нет его ни у меня, ни у тебя. Сонька. Сонька, отдай. Отдай ему амулет. Да не знаю я где он, нет его у меня. Да у кого же он? Нас только двое. Если не у меня, значит у тебя. Да не брала я амулет. Не знаю я, где он. Твой отец умер. Отец Липки тоже умер. И сама она умерла. Я не хочу, чтобы с моим батюшкой тоже что-то случилось. Ты же сама не хочешь умереть? Прошу тебя. Умоляю. Где проклятый амулет? Внизу под лестницей. Там, где книжка лежала. Что ж ты натворила, Сонька? Что ты наделала? Зачем ты его взяла? Когда свечи погасли, я его спрятала. А на следующий день убрала под лестницу. Я хотела, чтобы удача всегда была с моим батюшкой. Нужно отдать ему лето. Сегодня. Он придет за ним, когда стемнеет. Это он так батюшке сказал. Я слышала. Что же барышня так не аккуратно? Вы кто? Я Филин. А я здесь зачем? Больно прыткий женский пол пошел. Одни дьявола вызывают, как будто прям жить без него не могут. А другие какие-то могилы ищут, клад мой хотят украсть. Какой клад? А то ты не знаешь. Нет. Зачем, Женя, тогда тебя послали? Меня никто никуда не посылал. Мили-мили, Емеля, твоя неделя. Амулет на такой и клад. Силы у него есть. Кто этим амулетом владеет, тот сразу богатеет. Этот амулет у вас, у вас Курёхин украл? Да. Курёхин. И еще. Еще два его дружка. Молчалин и Прохоров. Амулет случайно положили в гроб к Парфену, к моему наставнику. Ну, положили и зарыли, а они откопали. Они тогда работали могильщиками на кладбище все втроем. Они днем покойничков взорвали, а вечером обратно выкапывали и снимали с них все золото. Все цепочки, кольца, зубы даже золотые. А ты этого про них и не знала. Ага, говорят, ты изновидящая. Мрут, что ли? Ты ничего не видишь? И меня не видишь? Мы с тобой встречались. Да, я узнала. Но поздно. Ну да, поздно. Слушай, а может быть ты мне про амулет расскажешь? Какой амулет? Наконечник стрелы. Да. А ты нашла его? Нет. Я его увидела, когда к могиле твоего колдуна прикоснулась. Слушай, а ты можешь увидеть, где он сейчас? Могу. Только здесь не могу. Не надо в доме быть в доме. Ты хитриешь. Жизнь свою выторговываешь. Нет. Я без тебя обойдусь. Сегодня вечером мне мой амулет принесут. И все это из-за этой железки? Когда отец Олимпиады руки на себя наложил, тосковала она очень. Стала ходить сюда, в дом. Тут он ее и встретил, этот черный дьявол. Он стал учить ее всякому колдовству, чтобы она могла с отцом поговорить. А Олимпка и нас к этому пристрастила. Однажды он сказал ей, чтобы она принесла наконечник стрелы. Будто был нужен для ритуала. А я еще раньше подслушала разговор моего батюшки с батюшкой Катей. Они говорили, что у них амулет пропал. И что теперь удачу не будет сопутствовать им. Так вот, этот наконечник как раз Липко-то и украла. Когда он у ее отца был. Парфен. Мой учитель. Он умер так. Внезапно. Меня в городе не было. Его днем похоронили, я ночью приехал. Сразу на кладбище, а там эти. Могилу разрыли. Я за деревом спрятался и смотрел. И тогда увидел, как они амулет достали. У них потом дела пошли в гору. Они из города уехали, пропали. А потом время прошло и я их нашел. Ну, сначала Курехину. Говорит, где амулет? Говорит, нет амулета. Пропал. Он выбрал тебя. Говорит, дочь его взяла олимпиада. Ну, да. Но я тогда не знал. Я... Я у него спрашиваю. Спрашиваю. Надавил. Ну, так не сильно. А он потом... Повесился. Значит, он обещал сегодня за этим амулетом сюда прийти. Да, он папе так утром сказал. А потом меня во дворе увидел. И сказал, что ждать будет сегодня вечером здесь нас с Катей и амулетом. Ага. Вот и мы его подождем. А знаешь, о чем я сейчас думаю? Я мысли читать не умею. Ну, ты же чувствуешь. Не убивай меня. Правильно. Правильно. Вопрос твоей жизни и смерти. Подожди. Я душу твою спасти могу. Чего? Душу спасти? Нет, ну, если ты действительно такая, как про тебя люди говорят, то, наверное, можешь. Ну, я сейчас уйду. А ты? Будешь сидеть здесь. Ну, и кричать бесполезно. А вот если мне мой амулет не принесут, то ты мне его найдешь. Душу. Значит, вот что. Схоронитесь внизу. И без моей команды ни звука. Стой. Не с места. Дом окружен. У нас то, что ты ищешь. Покажи. Нет. Руки вверх. Руки! Ты совершил чудовищное злодеяние и ответишь за это перед законом. Городовые! Яков Владимирович! Яков Владимирович! Анна. Анна пропала. Как пропала? Целый день ее не было, а соседи видели, как она садилась на извозчика. Я боюсь грешным делом, не пошла ли она искать следы этого пресловутого черного человека. Я встретил ее утром, и она что-то говорила о кладбище. Ой. У moins... У, у! У! Есть! У. У! У. Поехали. Папа! Папа, я здесь! Я здесь! Господи, девочка моя! Девочка моя! Что же это? Помогите! Вот он, родимый. Да? Господин Прохоров, советую вам рассказать все самому. От начала и до конца. Начните с того, как вы работали на кладбище. Вы меня будете защищать? Мне все решают деньги, Игнатий Демьянович. Все зависит от вашего рассказа. Ну, что ж, можно и рассказать? Если б не Катя, унес бы эту тайну с собой в могилу. Было это семнадцать лет назад. Мы промышляли грабежами, раскапывали могилы. И горя не знали. Было нас трое. Я, Курехин и Молчалин. Дальше. Дальше. Как-то раз мы вскрыли могилу и обнаружили, что покойник лежит не так, как все, лицом вниз. Бабка моя сказывала, так ведьмаков хоронили. Ну, в тех случаях, когда их вообще хоронили. У этой могилы нас застал один человек в черном. То ли в плаще, то ли в грязи. Мы, признаться, струхнули тогда не на шутку. Что же он вам такого сказал? Он спросил, почему мы потревожили могилу, дурак. Да и мы тоже хороши. Испугались какого-то юродивого. В Сибирь аж убежали. И что вы с ним сделали? Сбросили в могилу. И наконечник этот мы там нашли. А что? Что случилось с этим человеком в черном? Мы и думать о нем забыли. Надеялись, что он зашибся насмерть там, в этой могиле. Неужели вы решили, что с этим амулетом вам удастся разбогатеть? Вот мы тоже сначала подумали, что это так, безделушка. Но как только мы его нашли, все изменилось. Деньги к нам пошли. И тогда я все понял. Что вы поняли? Что сила в этом наконечнике. С тех пор мы держали его у себя. По очереди. Месяц у одного, месяц у другого. Ну и делами ворочали. Сначала в Сибири, потом в Сатонск вернулись. Семьями обросли. Дома построили. Жизнь пошла. И что же положило конец этой идиллии? Глупость. Моя глупость. Ко мне пришел этот человек в черном. Тот самый. Сказал, что был на каторге. Долго нас искал. Попросил вернуть ему вещь, которая мне не принадлежит. Иначе он убьет меня и мою семью. И вы ему поверили? Нет. Курехин поверил. А почему же вы не пришли сюда в полицию, а предложили ему деньги? Да, только деньги его не интересовали. Ему нужен был амулет. А он как на грех куда-то пропал. Потому что я его взяла Олимпиада. А мы грешили друг на друга, ссорились. Боялись, что без него удача отвернется от нас. И что дальше? Что было дальше? Этот безумец преследовал нас, не оставлял в покое. Курехин не выдержал, через месяц повесился. А вы? Вы что делали? Я. Я обрадовался даже этому. Решили, что Филин нашел этот амулет. И после смерти Курехина все закончится, так? Ну, ничего не закончилось. Следующей жертвой стала дочь Курехина, Олимпиада. Она очень переживала смерть отца и часто приходила в этот заброшенный дом. И разумеется, Филин заметил ее. И взял в оборот. Он внушил ей, что этот наконечник необходим для магии. Надеялся таким способом выманить его у нее. Да. Князь Тьмы прятался в кладовке и выскочил оттуда, когда девочки вызывали духов и обронили свечу. Он хотел срезать этот амулет с шеи Олимпиады. Думал, что она всегда его носит на себе. И по случайности зарезал ее. Ну, вот все и выяснилось, господин Прохоров. Вы арестованы. Сроки давности такие преступления не имеют. Ну, как улов. Не клюешь. Пока. А я была права. Во всем. А Штольман так себя ведет, будто ничего не случилось. А что случилось? Я убийцу нашла. А Штольман делает вид, будто нет в этом ничего удивительного. И будто никаких моих способностей он не замечает. Ну, это обычное дело. Людям свойственно все странное объяснять, так как им понятнее, как им привычнее. Господин Штольман не исключение. Он себе объяснил твои догадки, скорее всего, простыми случайностями, совпадениями. Он держит. Да, ну, это же несправедливо. А тебе важно, что думает господин Штольман? Да нет, не то, что было не важно, что он думает. Просто мне странно, что такой взрослый умный мужчина вдруг закрывает глаза на очевидные вещи. А ты привыкай. Чаще всего так и будет. Может быть, все-таки чайку? Нет, нет. Благодарю. Надолго вы к нам? Трудно сказать. Я от Затонска имею в виду. Наперед не загадываю. А позвольте узнать, вы женаты? Нет. И не был. А что так? Достойной спутницы не нашлось. Ну, скорее, меня не находят достойным. Ну, это уж зря. Ну, вот и она. Пойдемте в сад. Спасибо за чай. Пойдемте. Хотели бы иметь этот амулет, Анна Викторовна? Да вы что вы? Все-таки магический предмет. Нет. Его лучше отмести на кладбище. Ну, это вряд ли. Полиция магией не занимается. Это вещественное доказательство. Ну, тогда давайте его уничтожим. Боитесь, что заберу его себе на удачу? Нет. За вас я не боюсь. Но мало ли какому человеку он может попасть в руки. Вы все о магии. Но это лишь плод воображения наших фигурантов. Кстати, я навещал Филина за месяцы поиска этого амулета. Он совершенно свихнулся и наверняка отправится в лечебницу. Странно, но мне почему-то совсем его не жаль. Все-таки, как вам это удается? Что? Ну, ведь все произошло именно так, как вы предполагали с самого начала. Просто они говорят со мной. Интригуете вы меня. Да вы что? Я вам всегда только правду говорю. А вот вы не хотите мне ничего нового о себе рассказать. Да просто врать не хочется, а правду говорить не имею права. И что, я опять о вас ничего нового не узнаю? Льстит мне ваше внимание. Теперь наверняка запишут ваши женихи. Боитесь? Опасаюсь. Ой, вы так не похожи на человека, который боится пересудов. Между прочим, вас и так уже записали в дамские угодники. Это почему? Ну, знаете, слава бежит впереди вас. Вы о той дуэли не верьте. Все было совершенно иначе. Да и это все не важно. Главное, что вы оставили эту женщину. Вы же оставили ее? Я бы не хотел об этом говорить. Почему вы мне опять не можете ответить на этот вопрос? Оставили бы ее? Да, она осталась в Петербурге. Спасибо за прогулку. Спасибо за просмотр! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!